Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Снова хочу вам показать, что я получила в оригинальных горшках метельчатые гортензии. Ну, может быть и не новинки, в России они также недавно. Как правильно читать? Возможно, не знаю. Файр Лайт Тинни Бит. Лид, Лайм, Фунш. Вот они были в пакетиках. Гофта картона. И пришли вот в этой коробочке. В этой коробочке. Молодцы, вздеки, что не переворачивали. Здесь было вверх, и вот не переворачивать. Все дошло хорошо. Это четыре сорта. Так, это у нас Файр Лайт. Такая красная. С паспортами. Высота 125. Обрезка. Солнце, полутень. Ну, это так высаживают все метельчатые. Лучше, конечно, у нас это солнце, ну, может быть, полутень. 150. Обрезка. Так. А, это вот. Файр Фаб. Фаб здесь у нас. Ой, всего до 80. Сегодня прочитала в 10-летнем возрасте. Всего 80. Так она 50-60. Файр Лайт. Читайте. Здесь до метра. Зимостойкость я вообще не смотрю. Видимо, это еще мало как. Ну, не так давно эти растения. За ними наблюдали в Европе, в Америке. Вот эти из Америки. Американцы. За ними наблюдали много лет. А здесь уже нам придется наблюдать дальше. Вот как он начинает свисти. И как заканчивают. В конце делается такой красным цветом. Здесь также начинает свет. Ну, все метельчатые начинают с более светлых тонов. А заканчивают многие яркими. Некоторые заканчивают, конечно же, остаются такими же светлыми. Вот прямо красивый. Красивый такой яркий, насыщенный цвет. Да, многие из них похожи. Ну, сейчас селекция не стоит на месте. Все, новые, новые, новые сорта. И вот что я еще заметила. Пока они шли, они шли без утепления. Им это не надо. И, видимо, лежали в тепле. Смотрите. Вот почечка начинает просыпаться. Вот она. Это плохо. Мне сейчас на черенки очень рано. Я рано делала, все-таки нет. Я буду их черенковать. Не раньше февраль-март месяц. Сейчас я их срочно, вот смотрите, уберу в гараж. Кстати, даже вам, наверное, и покажу. В гараже у меня минус. Давайте вот один кустик достанем. Вот видите, астма. Вот здесь немножечко. Ну, корневая, неплохая, наполовину освоена. Внутри, я уверена, там, ну, скорее всего, что по 9 или даже горшочек поменьше. Вот они подтаяли, влажненькие. Начинают, вот начали просыпаться, вот уже пошла как выгонка. Сейчас это рано. Я не буду черенковать перед Новым Годом, после Нового Года. Сейчас их надо в холод. Минус им также не страшен. Так, сейчас давайте я попробую вот сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Вот, сейчас падает. Падает, падает, падает. Здесь у меня гараж. Вот, смотрите. Просто в коробке стоят предыдущие гортензии. Здесь их 5 штучек. Они абсолютно замороженные. Вот они замороженные. И здесь они будут продолжать зимовать. Можно было оставить на улице, но мне надо их рано взять в теплицу, занести, чтобы сделать с них череночки. Здесь у меня минус по погоде 10 и 15. Гараж утеплен, но все равно он холодный. Так что, ну вот, смотрите. Давайте сюда поставим. В этих же вот пакетах. Это вот при этом, Lime Light Prim или Prime. Вот они замороженные. Так, замороженные. Все, оставляю их здесь. Так, здесь у меня упаковочная. Так, что... Где они могут зимовать? Метельчатые вообще. И на улице было предыдущее видео. И в парнике сухое укрытие, и просто под снегом, просто без снега, и в хранилище. Но это не обязательно. Они очень и очень зимостойкие. Вот это все пойдет с обрезкой. Все пойдет на черенок чуть позже весной. Сейчас они будут отдыхать. Которые делаю... К весне ближе они обгоняют ранние, например, январские. Поэтому в январе я делать черенки не буду. Всему свое время. Метельчатым обязателен период покоя. Вообще всем обязателен период покоя. Хотя бы небольшой. Буду срезать черенки и формировать скелет гапитус куста. Буду обрезать вот так вот низко. На 2-3 почки. Здесь может быть побольше. Эту торгаточку буду вот так вот обрезать. Позже будет видео. Подписывайтесь. Будем наблюдать. Будете смотреть, как я буду брать с них череночки. И мне еще после праздников придет, по-моему, 2 штуки серии Аппетит. У меня есть Петит Стар, Петит Лантерн. Еще Петит Черри придет. И не взяла я свою бумагу. Сегодня выписывала. Их всего 4 сорта. Аппетит. Это контейнерные низкорослые сорта для горшечного выращивания. Если места мало или садик совсем маленький, высаживайте в горшки, вазоны и оставляйте зимовать просто на улице. У меня приоритет, всегда повторяю, это черенкование. И метельчатым обязательно обрезка. Но я не обрезаю просто так. Обрезал и выбросил. Нет. Это все идет в работу. Это все идет на черенки. Я с вами делюсь своими новинками, своей радостью. И также, помимо что, я вам предлагаю новые топовые сорта, которые в тренде, или коллекционные, я еще и показываю, как их размножать. То есть, делюсь секретами черенкования и размножения. Что можно у меня не покупать, а просто размножить. Но почему мы покупаем? Мы покупаем, или я покупаю, это сорт. Я взяла сорт, чтобы его размножить. А сортов должно быть много. И хороший такой ассортимент. У меня он отличный. И сейчас добавились, и еще будут добавляться новые сорта. У меня есть метельчатые, древовидные, крупнолистные и черешковые. Сортов примерно 150. Примерно. Я уже не стала считать. Но это все будет другое видео. Все тоненькие, вот такие даже веточки, я возьму на черенки. Я это умею, у меня это хорошо получается. Тонкое вот это я никогда не выброшу, потому что здесь проснутся побеги. Здесь проснутся, здесь проснутся. Это можно все укоренить. Ну все, сейчас я вынесу их в гараж. И пусть ждут времен черенкования. Всем всего хорошего. До свидания.